Нужно доказать, что если h и есть высота и бисектриса треугольника, а r большой радиус описанной, а в окружности и маленькой описанной, то всегда h9a больше равно, чем корень из 2r. Так, высота и бисектриса, проведённая из одной вершины? Из одной вершины. Так, а вот я не помню, как связаны между собой 2r и r. Не помните? Я не помню, я не помню. 2r меньше r. Давайте вспоминать. Значит, у нас... Зачем так умно? Зачем так умно? Когда у нас имеется любой треугольник, смотрите, какая история, то у него есть вписанная окружность. Согласны? И у него есть... Что у него есть ещё? У него есть окружность 9 точек, совершенно верно, которая проходит через середины сторон. Помните такую? Левую. Замечательно. Чем интересна окружность 9 точек? Тем, что она выходит за пределы треугольника. А значит, когда вы проведёте параллельно сторонам треугольника, то что у нас будет? Больше? Больше. Да, у нас получится треугольник побольше, да? Радиус окружности 9 точек – это r пополам. Извините, r большое пополам. Потому что треугольник, который... Значит, это у нас будет не больше, а больше или равно. Почему? Значит, r будет больше или... Ну, потому что подобные треугольники, а этот побольше. Значит, r больше или равно, чем 2r. Ну, тем, кто сильно умный, можно напомнить формулу для квадрата расстояния между... Помните, да? Да, уа квадрата. Как она там будет? Это жесть. r большой квадрат минус 2r большой r маленький. Задача-то не нужная. Я знаю, что это не нужно. Вот. А эта штука у нас больше или равна нуля, поэтому то же самое. Поэтому это вероятство верно. Так, и что? А можете все это стереть? Нельзя. Потому что я думать хочу. Я хочу думать. Значит, получается, что 2r делить на r квадрата у нас меньше или равно единице. Ну, а припеть умный. О, точно. Точно. У нас же высота меньше, чем... Да. Поэтому то, что рассказывает Алиса, это еще один, третий способ доказательства того же самого нерависти. Это просто доказательство. Правильно? У нас же это меньше или равно единицы. Поэтому это такое с некоторым приветом, но доказательство того же самого нерависти. Согласна? Замечательно. Замечательно. Замечательно, давай. Значит, мы сначала доказываем левую. Нет, сначала, письмо зачем, она левая такая. Потому что самая шелевая. Вот пусть у нас есть треугольник. Пусть здесь L, а здесь A. А вот это вот I... Соответственно, пись на курсе. Тогда AI умножить на IL не равняется 2RR. Ну, так я уже говорил про это сегодня. Почему? Ну как, форму я же писал, помните? ОИ в квадрате равняется R, степень точки I. Это она и есть, да, все правильно. Степень точки? Значит, нет, не степень точки. Ну, сначала, письмо, зачем она нам нужна? Почему есть... Это она и есть. А I умножить на IL, это и есть степень точки. Ну, в принципе, понятно. Почему это не мое видео, Кай? Мы глупо, типа, не знаем, что... Так, я не знаю, что у вас, я, например, не знаю. Я, например, не знаю этого факта, который вы написали. Этот факт входит в обязательный экзамен по диаметре в 9 классе. Я сейчас буду доказывать. Вот эта задача. Нет, ребят, начать следующий, чтобы вы понимали, что мы сейчас делом занимаемся. Значит, в конце 9 класса у вас, ну, то есть могут, конечно, для вас поменять, но во все предыдущие 20 лет был экзамен по диаметрии, и там один из вопросов был вот этот вот взаимосвязь вписанной-описанной окружности, доказательство формулы, которое я уже сейчас писал, значит, ОИ в квадрате, это и есть R квадрат минус 2R, называется формула Эйлера. Понятно, да? Вот, так вот, смотрите, когда у вас есть точка О, то что такое ОИ в квадрате? Это степень, ну, чтобы найти степень точки, как известно, надо сделать следующее, то есть провести прямую, тогда вот этот отрезок будет R большой минус ОИ, а вот этот отрезок будет R большой плюс ОИ, согласны? Замечательно. R большое минус ОИ. Нет, просто, смотрите, это очень обидно, если вы это не знаете, потому что это классика, это очень известная красная вещь. Вот, а это есть, внимание, R квадрат минус ОИ в квадрате. Понятно? Замечательно. Но произведение вот этого отрезка на этот равно произведению этого на этот. Это известное свойство прохорда в окружности. Поэтому на самом деле здесь стоит вот так, и как только она объяснит вот это равенство, что выполняется, так сразу мы получим вот эту формулу. Хорошо? Хорошо. Хорошо. А теперь, как мы через лему будем глядывать? Нет, докажи мне. Так, ну, могу сказать, как лучше, доказать сначала лему? Давайте сначала надо, да. Лему! Лему! Хорошо, вы приняли же лему. Хорошо. Победились. Значит, фильм «Алесённый ветром» все смотрели? Да. Помните, с чего он начинается, да? Кончай работу! Кричит негр на плантации, надсмотрщик подбегает и начинает его бить всячески, потому что он превысил свои полномочия. Значит, побил, добился, что все взяли свои, там, кирки, лопаты, и с полным ощущением, что он здесь начальник, радостно кричит «Кончай работу!» Вот этот пепеликуляр, он, наверное, «Р». Да? Конечно. Значит, «Р» делить на «Аи» — это синус альфа. Ну, пусть тут выглазь, да? Да, конечно. И возьмем на этот треугольник. Это его описанная окружность. Значит, по теореме синусов, вот это вот, оно же равно и «Р», то есть «Р» делить на синус альфа равняется 2 «Р». Так, вот почему это равно, это понятно, да? Нет. То есть «Р» делить своё время. Ну, ладно, я просто скажу. В общем, здесь плюс альфа — это бета, тогда здесь тоже альфа, здесь тоже альфа, они опираются на одну руку, здесь бета, потому что это центр, вписанная окружность, потому что бисектриса, и это альфа плюс бета, ну, значит, у вас равны, значит. По теореме, а внешний миле треугольник. Да, понятно. Это, ребята, известное свойство. Точка «Л», она равно удалена от вот этих двух, от этой и от центра в ней вписанная окружность. Понятно, да? Делали мы это на зачёте, да. Так, ну теперь можно вырезать. Перемножим. Ну да, ну, короче говоря, понятно, что это. Ну, отсюда. Синус выразили двумя способами, и получилось действительно это равенство. Отлично. Отлично. Теперь у нас есть это равенство, теперь как нам дальше напирают? У нас просто есть... Это какая-то асектрисия? О. Проведём диаметр. Значит, вот здесь, вот здесь прямой угол. И ещё пройдём высоту. Это 2r. Значит, здесь где-то есть... Вот этот угол, вот этот вот, прямо вот этому углу. Я ничего не понимаю. Вот эти углы равны, они... Может, наверное, нормально чертёж нарисовать, Олесь? Значит так, вы мне посомандуйте, пожалуйста, что нарисовать, потому что в вашем... Я ничего не понимаю. Очень маленький, неодачный треугольник. Так, да. Приказывайте. Ну, треугольник, описанная окружность... Так, заметьте, пожалуйста, начинать надо с описанной окружности. Дальше. Треугольник. Любой описанный треугольник. Бисектриса. Полугольный нарисов. Не хочу. Бисектриса. Дальше. Значит, дальше диаметр. Из этой точки надо провести диаметр. Неудачно. Победа на треугольник. Ничего страшного. Так, провёл диаметр. И ещё высоту в треугольник. Высоту из этой точки. Да. Ну... Нормально. Нет, вы хотите сказать, что они будут параллельно прямые, да? Будут. Потому что это была середина дуги. Когда мы опустили... Ну, понятно, что здесь середина, это пендикулярно. Это диаметр. Значит, теперь это диаметр, значит, здесь 90 градусов. Теперь вот эти углы. Я не понимаю, какой отрезок вы привели. Если вы соединяете вершину, то вы должны были соединять две точки. Потому что вы взяли хороший чертёж и сумели так провести отрезок, что он сразу приобрёл первоначальный вид. И ещё. Точки можно обе значить? Это какая точка? А. Дальше. Это L. L. Дальше. Потом где-то ещё есть И, наверное. И, ну, где-то там. А нам нужно? Да. Ну, как мы же... Он чуть пониже. Чуть пониже, да. Хорошо, это O, это I. Отлично. Да. Одной кнопкой тоже можно исполнить. Да. Ставьте себе, бывает такое. Это H. Нормально я её написала. Надеюсь. Значит, теперь, эти углы равны, да? Назови углы. Что? A, L, D и H, A. Сигурсом. Теперь. Значит, L, D. L, длина бисеприсы, делить на H. Длина бисеприсы. Ой, H, A и вот эта вот точка. И... А, D, L. Значит, ну, теперь, что такое A, L? Это... Они наоборот будут? Ну да, сейчас я переверну. Нет, наоборот. Равняется А, I плюс I, L. Да. Делить на... L. Да. Делить на 2R. Потому что L, D это диаметр. Да, конечно. Значит, а это больше либо равно, чем корень из A, I умножить на I, L делить на 2R. Не уверен. это просто 9 на R. Ой, да, 9 на R. Это называется не равенство среди в альфметическом и среди в геометрическом. Да. Да. ну, А, I умножить на E, это 2R. Ну, и, следовательно, не знаю, куда это написать. Поставьте там больше или равно и продолжите после чертежа. Так просто. Больше или равно, да? Все больше, равно. Равно, равно, да. корень из 2R, маленькая, R, большое, делить на F в квадрате. Да. Ребята, ну, действительно, симпатичная задача. Отлично. Спасибо вам большое. Редактор субтитров.